Здравствуйте, дорогие друзья! Я Андрей Хавратов. Я являюсь партнером компании RSV System Skyway струнной технологии Юницкого. А также я являюсь профессиональным инвестором и автор и создатель интернет-проекта, обучающего Академия Частного Инвестора. И я хочу сейчас, как профессиональный инвестор, выразить свою точку зрения по оценке компании RSV System. Потому что огромное количество людей пишут мне на скайп, Андрей, появилась новая компания, что ты скажешь об этой компании? Вот я сейчас хочу определить, по каким критериям я оцениваю эту компанию и что вообще это за инвестиции. Итак, первый важный момент, который я оцениваю в любую компанию и предложение, которое ко мне приходит, это по прозрачности компании. Компания полная, прозрачность полная. Можно поговорить с руководителем компании напрямую. Я, познакомившись с компанией, пообщался с человеком, который, скажем, меня познакомил с этой компанией. Говорю, мог бы я лично пообщаться как профессиональный инвестор с руководителем компании Сюницкий. Да, можно, на следующий день мы уже общались и задавал вопросы некоторые. Но до общения я уже выяснил, где зарегистрирована компания, какой ее уставной капитал и сходится ли это с тем, что заявляет компания. Действительно, меня приятно обрадовали все моменты, которые вообще не скрываются. В YouTube огромное количество видео. Компанию можно проверить, я сейчас буду говорить. Так вот, полная прозрачность компании, это очень здорово, это большой плюс. Плюс я оцениваю это по пятибалльной шкале, да, на пятерочку. Второе важное – прямые инвестиции. То есть мы делаем прямые инвестиции непосредственно в компанию. Не через брокеров, не через фондовые биржи, когда идет вторичный рынок акций после IPO. Это называется вторичный рынок акций. Там уже мы через брокеров, через биржи приобретаем акции. Здесь напрямую идут инвестиции в компанию, где происходит переуступка доли. То есть владелец компании, в данном случае Юницкий, Анатолий Эдуардович, переуступает долю, выраженную в акциях, и акции идут по номерам. Это очень важно для меня, как для частного инвестора, потому что я пропагандирую, что необходимо делать прямые инвестиции в компании. Это гораздо выгоднее, гораздо надежнее. Третий важный момент – это инвестиции в ноу-хау и инвестиции в технологии нового вида транспорта. То есть нового типа транспорта, нового поколения транспорта. Это просто здорово. Об этом мы читали только в книгах. Недавно я своей маме выслал почитать об этом. Мама говорит, я в детстве еще читал в книгах, что вот такие дороги в будущем будут, и мы сможем ездить 500 км в час, пересекать расстояние 2-3 тысячи километров за каких-то несколько часов. Мы с вами стоим на пороге, буквально на пороге вот этих всех нововведений. И вот третий пункт, что мы инвестируем в ноу-хау, и именно связанное с транспортными технологиями, это вообще вот просто замечательный плюс. Я оцениваю по пятерочке, то есть с пятибалльной шкале я оцениваю на пятерочку. Четвертое. Регистрация в защищенной территории. То есть, пойми, дорогие друзья, кто, допустим, начинающий инвестор, или вообще инвестор без стажа, или вообще не инвестор, очень важно, если мы инвестируем в компанию, чтобы компания была зарегистрирована в стране с высокой защитой частного капитала. Если говорить о наших странах, бывших постсоветских странах, у нас очень, как только выходит компания на определенный уровень хороший, либо президент страны может забрать эту компанию, либо его дети могут забрать, либо родственники. То есть это, скажем, ну как положено в наших странах, почему так происходит, и никто даже не сопротивляется. Если он сопротивляется, его там могут посадить куда-либо, то есть, чтобы он подумал. И поэтому, если мы инвестируем в компанию, которая в будущем планирует взять 30-50% рынка транспорта, то желательно, чтобы эта компания была в защищенной местности. И вот Британия является страной номер один по защите частного капитала, и мы, и по надежности, что мои инвестиции действительно не будут забраны каким-то олигархом или каким-то руководителем страны. То есть это очень важно для вас, как для частного инвестера, для меня, как для частного инвестера. И здесь я тоже ставлю пятерочку, потому что, если, как только я смотрю, компания крупная открывается, если она открывается в Британии, то этой компании я сразу ставлю пятерку, что это просто здорово. Пятый важный момент – это народное финансирование, дорогие друзья. Компания выбрала принцип народного финансирования. Она не взяла фонды венчурные, она не взяла других брокеров, инвестиционных компаний, она не привлекла олигархические деньги, либо деньги крупных финансовых акул, которые потом бы могли управлять, либо выкупили эти технологии, сказали нам это не нужно, сюда идет мало металла, здесь будут дешевые билеты, народу будет очень хорошо, нам это не нужно, мы это заморозим, как это делается в основном. Здесь происходит, что компания выбрала народное такое финансирование, и здесь мы быстро, мобильно можем инвестировать нужные средства. И самый важный момент, который в конце мы будем говорить о дивидендах, это получение, естественно, дивидендов в будущем, которые, скажем, это будущее ваших детей, ваших внуков. И поэтому то, что компания зарегистрирована в 5-е народное финансирование, компания взяла, это пятерочку, вот, ставлю по пятибанной шкале. Шестой важный момент, дивиденды, получение дивидендов. И я разговариваю с Анатолием Дардовичем, я был приятно удивлен, что окупаемость проекта, если берется проект, к примеру, 500 км дороги или 1000 км дороги, то окупаемость примерно происходит через 5 лет. В транспортных системах это вообще просто фантастика, потому что это в среднем получается 20% годовых. Когда мы поговорили по некоторым перевозкам, могут даже быть от 20 до 100% годового дохода. Что это означает? Что при определенной сумме вложенных средств мы с вами, как акционеры, как совладельцы компаний, можем в перераспределении прибыли участвовать в доходности от 20 до 100% годовой доходности компаний. То есть, если говорить, вот, автомобильные компании, там они больше 5-7% в год не дают сегодня. А там компания Boeing такая, вроде бы, как мощная, недавно говорят, вот, там, Facebook, Google, либо другие компании, но они дают на уровне 12-15%, ну, максимум 20% годовых, если даются компании именно дивидендов, то это здорово. В основном спекулятив идет на рынке не за счет получения дивидендов, а за счет того, что идет, акции растут в цене. Сегодня купил по 10 долларов, завтра продал по 20, заработал 100%. Но основная задача, если мы становимся инвесторами крупных каких-то направлений, это о получении дивидендов, сколько я буду получать дивидендов. Потому что, если я купил акцию, к примеру, за 1000 долларов, а дивиденды у меня в год 1 доллар, зачем мне нужна тогда такая акция? Мало ли того, что она будет стоить потом, может быть, 1200 долларов, это здорово. А если она не будет стоить 1200 долларов, поэтому я, как частный инвестор, интересуюсь еще, сколько я буду получать дивидендов, и здесь дивиденды могут быть достаточно очень высокими. Еще один важный момент, вот, если говорить, здесь вот шестой пункт, это 5 баллов. Седьмой пункт, это строительство так называемого полигона, салон-магазин по продаже этих технологий. Нужно построить завод, для чего сейчас собираются первые средства, для того, чтобы построить этот полигон, салон-магазин по продаже технологий, где приходят инвесторы, смотрят 60 километров, допустим, скоростного транспорта, 20-30 километров грузовой транспорт, местный транспорт, и мы таким образом можем формировать уже заказы, и, естественно, задается вопрос, а где же будет тогда полигон? В России, в Казахстане, в Украине, либо в Европе. Это, конечно же, решит руководство, но я уверен, пообщавшись с Анатолием Дадовичем, понял одну вещь, что опять же будет в стране с высокой защитой частного капитала. И там, где у нас не будет конкуренции, а там, где уже есть потребность, и более того, правительство будет датировать еще, может быть, такие направления для того, чтобы быстрее это все сделать, потому что они нуждаются в этом. Вот это тоже один из важных факторов. И в седьмом пункте постройка полигона, салона-магазина, скажем, будет в стране с высокой защитой частного капитала. И восьмой важный момент, дорогие друзья, рост акций. Некоторые говорят, а действительно ли, когда будет через три года IPO компании, будет она стоить один фунт, или два фунта, или три фунта? Дорогие друзья, я хочу сказать, по тем цифрам, которые получил Анатолий Эдуардович, они в открытом доступе, любой может получить и прочитать на сайте Юницкого. Я просчитал на ближайшие 20 лет планы компании, и если это будет реализовано даже на 30%, я вас уверяю, что акция в течение 10-20 лет вот от сегодняшней даты 2014 года примерно может стоить около 100 фунтов за акцию. То есть, сами можете посчитать капитализацию и что это может быть для вас, для ваших детей, для ваших внуков. Вот мое такое субъективное мнение как профессионального инвестора об этом направлении, об этой инвестиции. Отрицательный момент. Есть ли риски? Да, есть риски. Риски заключаются в том, и опять же, вот я вывел после общения с Анатолием Эдуардовичем, что основной риск есть коммерческий. Коммерческий стоит риск в том, что мы можем не собрать нужную сумму денег в те этапы финансирования, которые нужны. Вот если это, скажем, недополучим мы, вот тогда есть риск. Все остальные риски, они просто отсутствуют, их просто не существует. Поэтому, дорогие друзья, принимайте решения, какие вы решения примете, решать вам, но подумайте о вашем будущем, о ваших детях, о ваших внуках, потому что в будущем вы сможете передавать по наследству эти капиталы в виде акций компании РСВА Систем. Пока-пока. Продолжение следует...